Здравствуйте, дорогие друзья! Это видео для тех, кто только собрался приобщиться к рыболовству и совершенно не знает, как собрать свою первую снасть. Решил показать новичку, как вот с нуля, который вообще ничего не понимает, собрать снасть. Все остальные бывалые рыболовы могут это видео не смотреть. Итак, давайте продолжим собирать. Я покажу, как собрать обычную поплавочную снасть и снасть на дальний запрос. Сложности никакой нет. Разница только в одном. Если обычная снасть, это вот такая вот катушка может быть, либо еще какая-либо угодно. А на дальний заброс это вот катушка безинерционная. Вот и вся разница. Итак, первое очередное, что нам нужно сделать, это привязать леску к нашей катушке. Привязывается она вот таким вот узлом, самозатягивающимся узлом. Как его завязать, я покажу. Итак, вот у нас конец лески. Мы берем, раз делаем петельку и делаем петельку на второй палец. Получается у нас две таких вот петелечки. Надеюсь, все прекрасно видно. И через эту петелечку продеваем этот вот конец лески. И делаем оборота там три, может быть четыре. Все, этого будет достаточно. И начинаем затягивать. Берем и затягиваем. Все, узел наш готов. Вот узел, который развязывается, который затягивается. Чтобы намотать леску на катушку, катушку можно бросить в воду и уже с воды намотать леску на катушку. Ну, какую-нибудь бутылку или еще куда-то. Но у меня бутылки нет, поэтому я буду наматывать так. Итак, леску мы с вами намотали на катушку. Вот так это получилось. Теперь нужно ее поставить в водочку, закрепить саму катушку. Делается это просто. Откручивается этот зажим. Ставится катушечка. Этот зажим пододвигается. Ну, естественно, этой штучкой прижимается. Ничего сложного. Теперь смотрите, такой момент. Если вдруг вы, как я, держите удочку в левой руке, крутите правой, ручка с этой стороны. Если вам нужно на другую сторону, откручивайте вот эту штуку и переставляйте ручку с другой стороны. То есть ничего сложного. Ручка переставляется. Если вдруг вам неудобно, не переживайте. Открываем катушку. Берем отсюда леску. И продеваем уже в колечки. Вот так, в одну. Два удочка у меня четырехметровая. Во вторую. Все, все у нас продето. Все у нас хорошо. Открываем катушку. Так, а тут у нас что-то запуталось. Все, не беда. Распутали, закрыли опять. Никаких проблем. Так, забираем свою леску. И теперь отодвигаем ее в сторону. Удочка нам теперь больше пока не понадобится. У нас вот есть кусок лески. Что нам нужно? Если мы делаем скользящий поплавок. Вот с такой вот застежкой кругленькой. То нам нужно сначала надеть стопорок. Если мы обычный поплавочек делаем, который там со специальной такой штучкой, которая вставляется. Нам нужен ниппель. Тогда первую очередь надеваем ниппель. Это трубочка такая. Но у меня стопорок. Итак, друзья, чтобы нам перекинуть стопорок, нам нужно сделать узелок. А именно связать две лески воедино. Ничего здесь сложного нет. Берем конец нашей лески и конец вот этой лески. Берем их вот так и соединяем вдвое. Вот так вот. Раз. И завязываем узелок. Сложного здесь совершенно ничего нет. Все вяжется легко и просто. Два таких. Ну, один такой узел. Вот связали две лески. И теперь кончики отрезаем, чтобы они сильно не торчали. Вот так. Стопорок. Один и второй. У нас получается вот такая конструкция. Сейчас я покажу. Но камера, конечно, может не передать. Вот такая конструкция. Перекидываем теперь это дело туда. Два стопорка. Один стопорочек мы надели. Теперь. Говорю дальше. Что делаем. Теперь мы надеваем вот этот вот вертлюжок. Обязательно. И нужно сделать еще один второй стопорок, чтобы у нас поплавок был не... Ну как, он и скользящий, в то же время нет. Мы его будем вот так вот здесь стопорить. То есть поплавочек у нас будет стоять. Зажатый между двух, получается, стопорочков. На леску мы с вами протянули. И у нас получается вот такая конструкция. Два стопорка. Здесь застежечка. Мы нашу с вами снасть практически собрали. На эту застежечку мы цепляем поплавочек. Его можно всегда менять на рыбалке. Если вы знаете, сколько у вас примерно грамм поплавок. Обычно пишут. У меня вот написано 5 граммов. Конечно, это на карасика или еще на что-то большой поплавок. 5 грамм это чересчур. Но для дальнего заброса, в принципе, нормально. Летит очень хорошо. Метров на 18 можно кинуть. Ну, 18, наверное, переборщил. Но, думаю, 12 точно можно бросить. Так. Теперь. Сюда мы должны прицепить грузик. Грузик выбираем любой, который вам понравится. Можно скользящий, не скользящий. Я скользящий не цепляю. Я цепляю такие вот дробинки глухие. И на этом как бы все. И привязать поплавок. Я думаю, много будет вопросов, как привязать поплавок. Может быть, не будет. Уже все посмотрели. Но тоже покажу. Есть несколько способов, как привязать. Я покажу самый, наверное, простой. Что мы делаем? Мы берем крючок. Поплавок. Берем снасть. Главное, чтобы вот основная. Вот здесь у нас идет основная леска. Вот поплавок. А здесь у нас конец. Мы закидываем вот сюда. Кладем крючок на леску. Делаем петелечку. Вот так. И вокруг нее погнали вот так вот крутить. Ну, сколько там вы накрутите? Ну, не знаю. Там 5. Кто-то 10. Может быть, кто-то 20. Ну, я навряд ли думаю, 20 кто-то накрутит. И в петельку вот так потом проводим. Раз. И затягиваем. Подтянули. Подрезали. Все. Крючок привязан. Привязан плотно. Есть еще множество всяких разных узлов. Но здесь я их не буду показывать. Вот один. Поплавок у нас 5 граммов. Сцепляем дробинку. Зажимать тоже советую. Пассатижами. Удобно. И на рыбалку с собой тоже берите. Я беру. Не ленюсь. Рюкзак не сильно отягощает. Так что можно взять. И дробинка должна быть от крючка. Ну, вот сколько сантиметров? 5. Вот это вот, как по мне, это самый идеальный вариант. Можно сделать чуть больше. Ну, вы уже смотрите там сами. Я вот люблю 5. Иногда делать там 7-8 сантиметров. Ну, вот так это вот максимум. Вот так. А вообще, вот самое нормальное. Как я показывал, 5 сантиметров. И все. Так. И сейчас еще одну дробинку прицепим. Итак, вот у нас две дробинки. И чтобы настроить саму глубину, нам нужна бутылка. Вот, берем бутылку. Надеюсь, видно. Ничего какого-то сложного нет. И опускаем сюда. Как видите. Сниму камеру. Сниму. Вот так. Еще мало. Нужно добавить еще грузика немножечко. Вот поплавок еще плавает. А крючок дна не коснулся. Значит, добавляем еще. Ну, вот и последний штрих. Поплавочек плавает. Крючочек дна не касается. Мы его отгрузили. Отгруживайтесь, как вам нравится. Как вам лучше. Либо, чтобы там поплавок вот так был. Либо, чтобы он вот так плавал. Мне вот нравится вот так. Я сделал вот так. Выбрал вариант. Как мне по душе. Как нравится. И будет так. Если на дно, он будет вот так у меня. То есть, я буду понимать, где у меня как бы дно. Вот. Грузик у меня самодельный. Поэтому немножечко я его прикрепил неровненько. Но это на скорость ветра не влияет. Поэтому ничего страшного в этом нет. Удочка собрана. Она готова в работе. Вдруг, если что, грузик я всегда смогу заменить. Но прикреплен он очень крепенько. Поэтому можно поставить одну большую дробинку. Или там две больших. Ну, я поставил так. Всем огромное спасибо за внимание. Если было полезное видео, ставьте лайки, комментируйте. Если помог, объяснил, рассказал. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok